Ку-ку! Всем приветики, кто сидит на карантине. Я, собственно, тоже. Сижу в своих четырех стенах, практически в костюме заключенного. Шелка вам. Вы, я думаю, за период карантины успеете посмотреть все мои пижамы. Мы сегодня с вами будем снимать видео про волосы. Сразу скажу, что волосы у меня длинные от природы. Могу подергать. Никаких наращиваний не было. Я дофига уделяю внимания своим волосам. Перед мытьем я наношу маску для своего скальпика, чтобы отшелушить кожу головы. Окей, пьюти. Бренд вы с ним знакомы по кругу на бокс, по инстаграмам. Очень классная у них вейкап и пил. Очень-очень легкая такая. Там не очень много осталось уже. Как эмульсия. Масочка. Особое внимание уделяю я тем местам, где больше всего пшикается сухой шампунь. А это, как правило, вот эта вся передняя часть. Найдет прическа, как у профессора из «Назад в будущее». Здесь везде тоже помажу. Помассирую, помассирую. Минут пять ее подержать. И можно смывать, ну, то есть, как обычно, мыть голову шампунем. Целова не влезла. Так, сажусь, как будто по мне портрет пишут. Девушка с зеленчужной сережкой. Не меньше. Ну что, надо рассказать, да, чем мою, как мою. У меня два мытья всегда, это обязательно. Первым мытьем я смываю сухой шампунь, вот эту всю грязь, маски. Промываю только кожу головы. Корни. Пеной, которая образовывается от шампуня, я уже промываю всю длину. На второе мытье я беру совсем чуть-чуть шампуня, прям в горошинку. Потому что голова уже более-менее чистая, очень быстро вспенивается шампунь, распределяется по всей голове очень быстро. Его хватает в том числе и пены на всю длину. Смываю очень хорошо, вот прям раза два дольше смываю, чем время, которое выдерживала шампун я на своей головешке. После этого я наношу бальзам, кондиционер или маску. У меня вот GX, сейчас шампунь и бальзам, шампунь с кокосовым маслом голубенький и с кератином кондиционер. Далее как раз это уход не смываемый. У меня DSD Deluxe, это ампулы, вот я их каждый раз делаю, каждый день, независимо от мытья. Это по сути сейчас основной мой не смываемый уход. Это как какая-то сыворотка, как водичка. Это называется 5.5.1. Такой вот код безопасности волос. Amino Energizer Luxe Lotion. На покойке. От люксок тоже когда отказывалась, правильно? Все, хорошенько, хорошенько, хорошенько массирую, массирую на корнях. И потом вот такими движениями просто как бы распределяю по длине. Расческа. Важный момент. Расческа, во-первых, помогает это сделать. Во-вторых, от нее очень крутой массаж головы. Вообще не вываливаются волосы. Это крутая японская расческа, Majestic называется. У меня их три штуки. Перловой прелозовый здесь. Обожаю, когда волосы там блестят. После этого я немножко встряхну и вернусь головой. И могу немножко пойти выпить кофейку. Подожду, пока волосы сами чуть подсохнут. И потом будем укладывать. Сами корреспонденты бьюти-канала YouTube Елена Крыгина. Елена Крыгина. Через секунду снова с вами. Для тех, кто очень уж любит ревизии полок, могу вам показать все, что у меня есть. Вот все. Шутка. У меня много всего. У меня еще один шкаф для этого есть специальный. Так, пьем кофе. Пока расскажу о стрижках. Стрижка моя, по сути, называется ровный срез и челка. Пчелку выстригают пол кругом, чтобы она, когда я ее перекидывала, она нормально укладывалась. Плюс мне еще вот здесь выстригают короткие пряди. Вот такая стрижка Елены Крыгиной называется. Прядки по всему периметру чуть-чуть выстригают мне, чтобы, когда я собираю хвост, какие-то, ну, вот такие немножко небрежные пряди выпадали. Волосы стригу достаточно часто, где-то раз в полтора месяца. Можете прийти в Крыгина студию и сказать, подстрите меня как Лену. Ну, в целом, вот, уйдете примерно с тем же самым. Ну что, погнали сушить. Сейчас будет самый, самый, самый главный скандальный цветок. Ответ на вопрос. Красит ли Елена Крыгина волосы? Так, ну, у меня вот основная вот эта щетка. Плазь и кожан, я просто сушу как на браш. Чуть-чуть, как бы, зачесываю назад немножко, чтобы подсушить корень. И вот сейчас самое интересное. Мой главный помощник в цвете волос. Дюйм-при, да я его на корне пшикаю перед сушкой. От горячего воздуха фена волосы тоже светлеют. Отличается то, что надо. Медленнее, чем на солнце, конечно. Но, в целом, эффект примерно как от выгорания. Тут уже прям у меня заканчивается. Где же я его сейчас на карантине? Я так куплю все. Последние капли. Получение объема, что важно. Проборы я тонкими, горизонтальными вот такими прядями ровно проборочками отделяю и сушу каждую прядь. Накручиваю ее, прогреваю корни, потом подкручиваю еще разок и прохожу по всей длине. Все, объем сам появится. В этой части челку я сначала сушу немножко назад, а потом также по проборам спускаюсь вниз. У меня волос очень легкий, любит поддаваться любым провокациям приборов теплых. Быстро локоны схватывают, быстро выпрямляются и быстро, соответственно, высыхают от фена и держится нормально объем. Готовчик. Ну что, ну что, красивенько. Вот, собственно, стандартная моя укладка. Завтра я вам сниму, что у нас на голове получилось в утро и как я обычно делаю себе укладки второго дня. Если я сама мою и укладываю волосы, то я всегда укладываю их прямо, вытягиваю плюс объем. Потому что иногда я это делаю еще у себя в студии, руками мастеров своих любимых талантливейших. И на следующий день обычно добавляю сухой шампунь, все дела, и иногда еще и завиваю. Вот завтра проснусь, какое настроение будет, такую сделаем прическу. Ну вот, собственно, результат следующего дня. Что имеем? Объем более-менее держится. Вот за ночь волосы немножко подсвалялись, я их не расчесывала. Стал заметен пробор. И вот здесь вот макушка уже совсем потеряла объем. Хочется их немножко освежить и взбодрить. Я даже не расчесываю, а первым делом наношу сухой шампунь. У меня батист, у меня один блонд, потому что мне нравится, что он такой немножко золотистый. Отлично подходит для цвета моих волос. А еще классический батистик. Это вот из коробочки Крыгина Бокс у меня. Он просто белый, и я их немножко смешиваю. Нужно встряхнуть корни, встряхнуть хорошо сухой шампунь. И пшик-пшик-пшик короткими пшиками прям в корни. И сразу встряхивайте. Очень важно макушке уделить внимание. И здесь хорошо бы еще посмотреть на себя сзади, чтобы вы точно были уверены, что вот этого вот у вас нет. Встряхиваем хорошо. Заодно и массаж головы сделаем. Я вот так вот запускаю волосы и делаю себе подтяжку визуально. Чик-чик-чик. Надо их взбодрить. Не бойтесь, вы их так не оторвете. Еще сухой шампунь, но уже золотистый. Если вы думаете, что вы хорошо распределили сухой шампунь, проверьте еще три раза на всякий случай. Расческой смотрите, что я делаю. Я ее вот к корням ставлю. Чуть-чуть вот туда-сюда прочесываю. Вычесываю сухой шампунь. Еще массирую дополнительно кожу головы. Я чуть-чуть подчесываю только кончики. И смотрите, я очень крепко держу свой хвостик. Зажимаю и чешу хвостик. Ну и вот получается та укладка, которую вы часто видите. Это такой уже объем и немножко неровная текстура. Еще я иногда их завиваю, потому что на второй день можно получить очень классный бич-вейс очень-очень быстро. У меня дома для этого вот эта штука. Я вам тоже ее показывала. Это Philips Style Care Auto Curler. У них у всех обычно название, как у каких-то десептиконов из трансформеров, ну и внешний вид соответствующий. Многие их боятся, но на самом деле это самый крутой способ быстро сделать себе локоны. Так, немножко пальчиками их расчесываем. Загоняю вот сюда прядку и просто нажимаю. Все, вот он ее закрутил. Ждем. Сразу немножко разбираю, чтобы очень такая легкая, небрежная получилась волна. Во. Когда на волосах сухой шампунь, сразу текстурка проявляется. Вот кончик сразу распрямляем. В целом вы можете что сделать? Вы можете взять любую плойку диаметром 2,5 см. То же самое накрутить на плойку. Просто на плойку вы будете как бы накручивать от лица вот так вот. И немножко перекручиваете в жгут. То есть типа в жгутик перекрутили, и вот у вас такие жгутики будут. Все боятся, что в такую штуку волосы залезут, там сгорят, отвалятся. Ничего подобного. Это вообще максимально, мне кажется, безопасный способ закручивания. И очень быстро дома. Вот я это делаю, знаете, там в течение минут 10. Это максимум на всю голову. Хочу быть серф-герл с легкими волнами. Доска не просто так там стоит. Очень, конечно, еще много всегда вопросов по поводу витаминов. Что я делаю для роста волос. А на самом деле, конечно, витамины нужно подбирать индивидуально по анализу крови. Я сама так же делаю, сдаю регулярно. И только потом подозначение специалиста их пью. Но в целом у меня еще ни разу не было такого, чтобы мне, например, хватало омеги. Мне всегда ее прописывают. И омега, конечно, очень сильно влияет на качество волос. Я имею в виду омега-3 в первую очередь. И я раз в полгода колю в голову плазму. Это, пожалуй, такая вот прямо одна из очень важных процедур. Очень мне нравится эффект от плазмы, потому что, конечно, оздоровление волос и поддержка их в хорошей форме от инъекций в том числе сильно зависит. Вот смотрите, да, всего несколько движений. Голова вся уже залитая. Еще одну прядь пройдусь, чтобы вот отсюда завиток пошел. Мне нравится завивать их вот по-разному. Даже если я использую утюг или плойку классическую, то я одну прядку на утюг накручу, другую на плойку. Если только на плойку закручиваю, то я одну в жгут туго скручу, одну ленточкой накручу. Разными объемами беру, чтобы, короче, получилось неравномерно. Тогда это будет выглядеть как настоящий бич вейвс. Пробегусь еще сухим шампунем. Вот так вот буквально пару пшиков. Это для того, чтобы не использовать лак. Сухой шампунь также помогает зафиксировать эту текстуру, но при этом волосы остаются подвижные. Челку что-то поставить. Смотрите, ее надо чуть приподнимать назад. Вы зачесываете ее пальчиками назад, а потом вот так вот ее как будто хватаете и возвращаете вот сюда. И сдвигаете, 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 вот она у вас красивенько встанет. Я еще люблю вот так вот немножко потереть и вот так еще. Я это называю техника вытереть руки от волосы, как от полотенца, знаете, вот так вот немножко. Чтобы еще текстуру добавить, я вот этим спреем пробегаюсь. Он, во-первых, дает немножко блеска. Это именно текстурирующий спрей. И мне очень нравится тем, что его вообще не чувствуешь. У нас стилисты его любят, используют там на съемках. Я вот подрезала как-то один раз на пять минут баллон. Так не вернула. Понравился, я его себе оставила. Ну, супер класс. Если говорить про третий день, я еще чуть-чуть спрысну сухим шампунем. И, например, могу уже собрать все это в какой-нибудь красивый хвостик. Волосы у корней текстурированы, они очень красивые. Хвостик соберутся, вот видите, даже сейчас хвостик красивый. А могу, например, делать какую-нибудь вот такую вот луковку. Я с луковками очень редко хожу, потому что не люблю очень крепкую здесь фиксацию. У меня потом голова от шпилек устает. Но с хвостами хожу часто. Я еще раз так их пальчиками прочешу, посолю, руки вытру. Все мои техники. Все, они снова объемные, снова клевые. Пойду на вечеринку, на кухню. Пропущу там бокальчик чая. Двойной, пожалуйста, бармен. Потом пойду на ночную прогулку на балкон. Столько дел у меня, столько дел вообще. Если вы хотите посмотреть, что представляют из себя волосы, если их расчесать, вот смотрите. Принцесса Дисней. А? Вообще. Видите, как все просто-то на самом деле. Никакой магии. Видео трансформейшн. Вот вам волна. Здесь вот заколку какую-нибудь красивую, сережки какие-то нарядные. И все, и будет суперкласс. Так, еще раз вернем текстуру. От сухого шампуня они рассыпчатые. А от этого спрея они рассыпчатые и блестят. Так, посолить, 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 посолить. Руки вытереть. Так, ну что, где мои волны? Где сиорфинг? Где вообще уже то время, когда я с доской буду красивая по пляжу побегать? Ну ничего, скоро. Все скоро. Друзья, день 3. А посмотрите, как классно у меня все еще лежит моя укладка. Я еще добавила чуть-чуть сухого шампуня. Еще раз текстурирующим спреем. Их попшикала. И вот, пожалуйста, еще целый день хожу. Клевая, как прям это. Барби. Что еще я могу вам рассказать про свои волосы? Как я уже сказала, я их стараюсь максимально часто стричь. Поскольку кончики упругие, не расслоенные. Они очень крепкие сами. Не обламываются. И волосы за счет этого сохраняют длину. То есть не то, чтобы от того, чтобы отстрижать кончики, они тут же такие подумают. О, мы стали короче быстрее растем. Нет. А просто потому что подравнивание кончиков не дает волосу расщепляться и потом обламываться. Хороший был вопрос по поводу, я переехала и все пошло не так. Я вот периодически гоняю по стране, по нашей большой и необъятной. И в каждом городе, я вам на 100% могу сказать, вообще своя вода. Потому что в каждом городе один и тот же шампунь, который я вожу с собой, ведет себя по-разному. Волосы по качеству, по итогу, совершенно разные. Поэтому очень важно здесь учитывать особенности вашей воды. Воду поменять вы не сможете, а вот шампунь легко. Поэтому подбирайте что-то, что вам будет комфортно. Вы только вот на общий вид, на свои ощущения можете ориентироваться. Смотрите за своими волосами. Если они становятся тусклые, если они плохо укладываются, это верный признак, что нужно усилить уход, сменить уход и подстричься. Подстричься всегда вообще хорошая идея. Откромсал там 2 сантиметра и уже ходишь, как будто на 2 килограмма похудел. Такое вот, знаете, обновление. Обновляться очень-очень важно. Не зря салоны красоты имеют такую ценность. Вот сейчас все выползем с самоизоляции и бегом-бегом записываться. Всех жду в Крыгина студию. Мастера у нас там уже лапками скребут, как хотят все на работу и всех делать красивыми. Спасибо большое за внимание. Пишите в комментариях все, что хотите узнать обо мне, о мистере коте, о том, как мы живем, строим карьеру, не теряем позитивный настрой и все такое. В общем, все, что вы хотите узнать, пишите в комментариях, и я буду потихонечку снимать на это все вам маленькие киношки. Вот. Все, хорошего вам всем настроения. Не хандрите, не теряйте боевой настрой. Как известно, все проходит. Самоизоляция точно пройдет, карантин точно пройдет. И дальше с переоцененными ценностями и новыми силами снова в бой. Вот. Всех целую. Всем пока. Хорошего настроения. Вам улыбочка от меня. Улыбочка от меня. Субтитры сделал DimaTorzok